Сегодняшний ролик будет очень коротким, но мысль, которую я здесь выскажу, мне хотелось бы обсудить со своими слушателями. У меня состоялась небольшая дискуссия, заочная, с одним человеком, который доказывал мне, что он ни за что на свете не будет принимать или получать вакцину, которая вот-вот появится во всех странах. Я должен сказать, кстати, что в Германии фактически в законодательном порядке уже оглашают о том, что вакцинироваться от коронавируса это больше не будет правом вашего выбора, а это будет необходимым условием. Более того, поговаривают о создании такого некоего удостоверения о вакцинации. По-немецки это называется Infpass. Мы имеем его уже сейчас и сами по своему желанию делаем вакцины. Например, если уезжаем в какую-то неблагонадежную страну, скажем, когда мы с семьей поехали путешествовать в Африку, мы понимали, что лучше сделать вакцину от малярии и еще от некоторых неприятных возможных заболеваний типа бешенства и так далее. Мы сами выбрали те вакцины, которые посчитали нужным сделать и сделали их, благополучно побывали на африканском континенте и здоровыми вернулись назад. Но сейчас мое государство говорит мне о том, что я буду обязан вакцинироваться против COVID-19. И многие немецкие врачи так недвусмысленно намекают о том, что после COVID-19 может появиться COVID-20, COVID-21 и так далее. То есть вообще вакцинироваться против COVID-19 это у нас станет таким обычным занятием, как, например, некоторые вакцинируются против гриппа. Скажем, я против гриппа и когда прививку себе не делал. При этом мог заболеть гриппом, а в основном я уже много лет гриппом не болею, не знаю, почему, с чем это связано. И потом, кстати, хочу сказать, что ем абсолютно все и даже могу выпить бокал вина или пива. То есть я не занимаюсь какими-то специализированными диетами, которые должны очищать мое тело. Но, тем не менее, гриппом или простудой я фактически не болею. Ну, а раз я не болею гриппом или простудой, то прививки от гриппа я не делал уже очень-очень много лет. Пожалуй, последний раз где-то в школе в Советском Союзе. Ну, а теперь мне говорят, что от вероятной возможности заразиться COVID-19 я должен, буду, обязан, буду делать прививку, возможно, каждый год, возможно, через год. Но это как они там решат. А без этого самого удостоверения, вот без этого самого дополнения к моему паспорту, где будет указано, вакцинирован я или нет, скорее всего, я не смогу выехать из страны, поехать куда-то путешествовать, а, возможно, и даже работать, потому что моя работа связана с общением с людьми. То же самое касается тех, кто работает в больницах или, например, даже без предоставления этого удостоверения вы не сможете попасть ни на один городской праздник. Пока это все еще на уровне слухов и разговоров. Я думаю, что этот информационный повод подпускается специально для того, чтобы увидеть реакцию людей. Что они скажут? Будут ли они возмущаться? Примут ли они это? Или категорично восстанут против повальной вакцинации? И вот, рассуждая об этом, я подумал, а как сделать так, чтобы люди, ничему не возмущаясь, все-таки пошли и выстроились в очередь за прививкой от ковида? И я понял, что все, что нужно, это всего лишь поддержать людей дома месяц, два, три. Ну, это сколько нужно будет. И смотреть на реакцию людей, как быстро они заропщат, через месяц, через два, через четыре они будут требовать работы. Даже жители Германии, которые получают относительную материальную помощь от государства, все равно переживают по поводу своих рабочих мест. Многим просто элементарно надоело сидеть дома, и они хотят снова выйти на работу. А здесь государство им и говорит, ребята, вы хотите снова работать, но, извините, без прививки не получится. Сначала покажите удостоверение, что вы вакцинированы, а затем вы сможете работать. И вот если каждое государство, включая, конечно же, и Россию, сделает это заявление, люди буквально выстроятся в очередь и даже готовы будут приплатить за вакцину, лишь бы им разрешили выйти на работу, покинуть страну или въехать в какую-то страну. Поэтому я думаю, что с повальной вакцинацией проблем не будет. Нужно только выдержать достаточно длинную паузу, поставить условия вакцинация или работа, и люди на все пойдут. Вот такие вот мысли. Что вы думаете по этому поводу? Продолжение следует...